Друзья, всем привет! Находимся в BMG Drive. В комментариях я просил указывать идеи свои. Так, одна из идей ваших была самолет по льду. Вы прекрасно знаете, кто смотрел прошлый выпуск, как себя машина и техника ведет на льду. Достаточно интересно будет посмотреть, что же произойдет с самолетом. Сам я еще, естественно, не летал. Мы посмотрим с вами, как все это будет происходить. Но, друзья, мне кажется, что самолет спокойно взлетит, поскольку его разгоняют не колеса, вот эти, да, шасси, а его разгоняют сами двигатели получаются, от которых, собственно, от потока, от которых он идет прямо. Вследствие чего, двигатели будут поддерживать его, так скажем, равновесие. А вот если, например, два двигателя убрать, попробовать взлететь на одном двигателе, тогда, возможно, уже последствия поменяются. Но не знаю, как здесь рассчитана эта физика. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому, друзья, мы с вами пробуем взлетать на самолете. Но есть еще одна интересная фишечка, друзья. Самолет у нас сразу идет тяжелый. 17 тонн досок перевозится. Вместе с ним, опять же, разницу. Мы с вами знаем по прошлым роликам, что взлетает он довольно-таки тяжело. Намного тяжелее дается ему взлет. Ему нужно набрать большую скорость. Ему нужно проехать более большое расстояние до взлета непосредственно. Увеличиваем мощности двигателей на полную. Катушку 100%. Разгон пошел. И вот сейчас будет момент истины. Давай же. Как он тяжело. Сразу начинает очень тяжелый разгон. При том, что у нас двигатели. Но они разогреваются потихонечку. Но самолет не ведет. Мы сразу прекрасно это видим. Можно даже хвостовой частью попробовать подрифтить. Представляете, дрифт на самолете. Что это такое вообще? Пробуем. Пробуем подрифтить. Мне кажется, не особо. Хотя, смотрите-ка, получается. Да. Ё-моё. Впервые просто такой дрифт на самолете по льду. Обалденно. Так, нам уже... Ой-ой-ой. А вот сейчас вот я не могу уже выровняться. Нам главное, чтобы хватило сейчас взлетно-посадочные полосы. Пожалуйста. Взлетает. 200 километров. Мало для него. Для погрузочного мало. Давай же. Давай, молодец. Фух. Я думал, что сейчас разобьюсь об берег. Закрываем. Убираем шасси. И, друзья, у нас получается. Все. Получилось взлететь. При этом даже мы еще и дрифтили по этому льду. Кстати говоря, по земле так не подрифтишь. То есть он реально поворачивает, когда ты нажимаешь эти клавиши. Таким образом, друзья, у нас получилось эту тяжеленную махину поднять. Теперь же я бы хотел попробовать ее посадить. Вот с посадкой у нас другая абсолютно ситуация. Хотя двигатели, опять же, в другую сторону, получается, да? Работают. Как они себя поведут, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Что происходит? Ну, давай. Выходи, выходи, выходи. Ё-моё. Я не знаю, почему. Очень тяжело. Он очень тяжело, друзья, управляется. Я чуть не подорвался. Когда ты летишь на скорости 330 км в час, вообще кажется, что озеро на самом деле малюсенькое. А когда ты стоишь там на машине катаешься, например, да? Или стоишь там около него. То кажется, что оно гигантское. Вот так-то получается. Для самолета оно маленькое. Друзья, немного сбавлю мощность двигателя для того, чтобы не лететь так быстро. Потому что полет очень уж быстрый. Я не успею даже приземлиться, но никак. Мне кажется, меня сразу закрутят. И полосы вообще не хватит. Хотя полосы нет, тут круг вообще идет какой-то. Но нам нужно красиво сейчас подобрать. Начинается. Начинается. Черт возьми. Что с тобой? Извините, друзья, но... Без меня пилот никакущий. Я пытался сделать все, чтобы красиво его посадить. Но по итогу он не слушался. Наверное, из-за своей массы гигантской. Ты чуть его повернул, все, его повело уже в сторону. Все, друзья, махина поднимается в воздух. Сейчас развернемся. Скорость также немножко сбрасываем. Конечно же, двигатели, мощность. И примерно на 80 мы совершаем посадку. Для того, чтобы действительно определить, как же поведет себя самолет на льду при посадке. Будет это у нас такая аварийная посадка получается. Вообще, друзья, правильно было бы, конечно, мощность двигателя на 0 спускать. Но давайте хотя бы на 69, потому что слишком уж быстро самолет летит. И посадить его нам не хватит. Вообще, посадочной полосы никак. Смотрите, насколько быстро. Блин, 300 км в час. Посадка на скорости 300 км в час. Хорошо. Аккуратненько. Касание. Касание. Есть касание? Нет? Мы не успеваем. Мы просто не успеваем. Блин, поворачивайся. Опа. Есть. Есть. Взлет. Нет. Срочно взлет. Срочно взлет. Срочно, срочно, срочно. Я боюсь. Вот это, вот это мастер. Вот это мастер, друзья. Слушайте, ну я вынужден, к сожалению, успел, я успел взлететь чудом. Абсолютно сохранил самолет. Плюс еще, друзья, я его даже не разбил. Мы ударились. Жесткая посадка только что была, но на мое удивление ничего с него не отлетело. Хорошо. На 50. Давайте, давайте, даже на 39 сделаем. Невозможно посадить вообще никак. Все, аккуратненько. У нас очень ценный груз. Это доски. Очень ценный груз. Опять его понесло, да что такое? Что с тобой, блин, самолет? Он когда вниз летит, очень трудно им управлять. Все, посадка, посадка, есть касание, есть, е-мое, черт, нос отвалил. Отлично вообще. Но сейчас я посадить уже не смогу. У нас и шасси нету, отвалился нос, управлять я им больше не могу, соответственно, мы с вами это тоже выясняли по прошлому роликам. Когда отваливается нос, управление полностью теряется и... Эх. Да. Да. Вот и сохранил я ценный груз. Давай, я верю в тебя, самолет, ты сможешь. Ты сможешь. Не подведи, только пожалуйста. Друзья, еле как, еле как взлетели над елочками, но что самое интересное, шасси у нас оторвало. Вновь игра преподносит нам задание. Усложняет все. Кстати говоря, можно же действительно на лед посадить самолет без шасси. Думаю, будет довольно интересно. Поэтому давайте разворачиваемся сейчас. 75 у нас двигатели... А, подождите, почему 75? Потому что двигатель оторвало один. Еще лучше. Вот это, блин, задание. Коснулись елочек. Но главное, самолет у нас остался целый, невредим. Сейчас мы будем пробовать его посадить. То есть нам нужно срочно развернуться и также в аэропорт его посадить, как мы взлетели. Скорость падает. 270. Скорость падает, как приняли. Садимся, садимся. Аварийная посадка срочно. Машины скорой помощи, а также пожарной на полосу. Черт! Опа! Мягкая посадочка. Ну, блин, не получается, друзья. 5 процентов. Ну, можно же посадить. Успеем или нет? По-моему, нет. По-моему, я зря это делаю. Другой бы сказал, двигатель на полную мощность. Да, двигатель на полную мощность. Быстро. Взлет. Пошел, пошел, пошел взлет. Фух. Нет, я должен. Все. Я должен сохранить этому самолету жизнь. Я... Что? Что? Черт! Он не слушается! Он не слушается! Хорошо, что по дороге никто не ехал, друзья. Поздно. Поздно двигатель на полную мощность рубил, друзья. К сожалению, произошла авиакатастрофа. Это вам не шуточки, друзья. Самолеты, это вам не шуточки. Это вам не на... не порулить на жиге, не подрифтовать, понимаете? Это совсем другое. Это тяжелая техника. Итак, друзья, аварийная посадка. Без шасси. Двигатели убираем полностью. высота более-менее приличная. Всех служб МЧС на взлетно-посадочную полосу и аккуратненько садимся. Сохранить груз. Первоначальная задача сохранить груз, а не жизнь экипажа. Опа! Коснулись. Есть! Есть! А теперь можно и хвостом. А хотя нет, он уже сам заруливает. Смотрите-ка, его понесло. Хотя я пытаюсь остановиться, типа дрифтом, не знаю, вот дрифт, токийский дрифт на самолете, но... Нет, нет, не успеем, не успеем. Блин, 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 чёрт. Это знаете всё почему? Потому что по льду. Мы с вами уже, опять же, ещё раз говорю, в прошлых выпусках пробовали на самолёте без шасси сесть на асфальте на взлёта-посадочной полосе. У нас получалось сделать это очень быстро, даже быстрее, чем с шасси. То есть он останавливался практически моментально на пузе, потому что это был асфальт, а здесь лёд. Не знаю, сколько ему нужно будет метров для того, чтобы остановиться, но мне кажется, их не хватит, даже если мы на пузо сядем с самого начала. Друзья, постараюсь как можно быстрее приземлиться на пузо. По-моему, у меня получится это сделать сейчас. Тогда мы до острова практически долетели. Сейчас примерно так же, но и... И вот оно, друзья. Вот оно. Отлично. Груз сохранён. Да, друзья, мы сохранили груз. Задача выполнена. Да, возможно, кабина у нас с пилотами полетела дальше, хвост где-то в другом месте, но груз целый и невредимый остался. Друзья мои, я знаю, что это сейчас будет выглядеть крайне нелепо, но вы прекрасно знаете, что в России пытаются всём экономить на топливе, да, нужно как можно доставить больше, как можно дешевле, в общем, что-то типа такого. У нас есть сейчас внутри 17 тонн досок. Каждый из прицепов весит по 13 тонн. 13 плюс 13 26 плюс 13 39 то бишь 40 тонн, ну плюс там ещё самолёт, 40-45 тонн должны взлететь. Не знаю, получится ли. Уже не важно, что это лёд, но мы должны взлететь вот с этими прибамбасами. Если получится, будем ещё добавлять, но это, конечно, вряд ли. Вообще хотел сначала один, но для более такого равновесия я всё-таки приставил к нему два вот таких вот прицепа. Ну что, друзья, двигатели на полную мощность? Я верю, я верю, что получится, но, скорее всего, опять же, скорость будет набираться очень долго, наверняка, потому что масса будет влиять. Мы застряли, что ли? Нет, мы не застряли. Всё должно быть по плану, по льду должны катиться. Знаете, какой-нибудь камень там будет, да, или какой-нибудь бордюр, что произойдёт? Ой-ой-ой, подравниваем, подравниваем, что-то его уводят сразу же. Хвостом подравниваем потихонечку. Его направо тянет моментально. 100 километров в час. Не успеем по ходу. 120. Аж волнительно стало. 130. Надо 200. Надо 200. 140. Тяжело идёт, блин. 150. Давай же, пожалуйста, взлетите. Я понимаю, что вы хотели экономить. По-моему, нет. 160. Пытаюсь взлететь, друзья, но 160. 170. Господи, это невозможно. 175. Нет, 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 друзья, не хватило. Не хватило расстояния. Просто не хватило расстояния. 180. Опа! Вот так вот всё и происходит, друзья. Захотел сделать дешевле, потерял больше. Нам нужно найти сейчас какую-нибудь хорошую стартовую позицию, на которой можно будет действительно разогнать этот самолёт. То есть потребуется очень много километров, поэтому мы вынуждены с вами перейти на другую карту. Друзья, ну вы прекрасно знаете фразу «русские не сдаются», поэтому здесь тоже «русские не сдаются», и на этот раз у нас соляное озеро, здесь протяжённость уж точно разогнаться нам 200, который сейчас хватит, поэтому единственное, на что я надеюсь, что вот эти вот штукенцы, они нам не помешают разогнаться, не будут затупливать, ну и соответственно, но, друзья, двигатели на полную мощность. Итак, взлёт разрешаю, взлёт разрешаю, как поняли. Принято, разгон пошёл. Друзья, очень много времени прошло, пока двигатели набрали полные обороты, опять он здесь заносит, полный оборот, только на этот раз вправо, и только после этого поехал самолёт. Мне вообще показалось изначально, что он затупил как-то из этих штук, и он вообще не ехал, секунд 10 первые. Двигатели всё больше, больше мощность набирали. Ой-ой-ой, ё-моё, я понимаю, что русские не сдаются, но... Да. Все вы знаете фразу, русские не сдаются. Ладно, я это уже говорил, но даже если после этой фразы, как русские не сдаются, что-то пошло не так, всё равно они не сдаются и продолжают делать что-то дальше. И, друзья, экипажем корабля вот этого самолёта было принято решение удалить два двигателя для того, чтобы более-менее закрепить вот эти вот прицепы с грузом, потому что винт задевает, а если ближе, то, естественно, у нас отлетает вот эта вот часть. Поэтому, ну, ближе к центру, в общем, вы поняли, разгон будет дольше, то есть 50% у нас мощность двигателя будет в общей сложности, хотя могло быть 100, не знаю, сколько нам достаточно будет времени для разгона всего этого самолёта, но сколько получится, столько получится, поэтому на полную мощность. Нет, друзья, к сожалению, недостаточно мощности двигателя, 82 км в час он разогнал максимум, мы уже уехали далеко от дороги, и больше он не может набирать. То есть можно, конечно, ждать, но ждать придётся больше получаса, наверное, и расстояния тут точно не хватит тоже, поэтому принято решение вновь двигатель установить на место, а груз перенести на заднюю сторону самолёта. Боже мой. Друзья, все вы знаете, фразу русские не сдаются. А, мы это уже проходили третий раз. Слушайте, ну что это такое? Не получается, не получается, что не пробую. Всё, друзья, последний раз, последний раз у нас даже получился такой, знаете, как будто это так и должно всё быть. Это как будто дополнительное шасси сзади, жёсткое такое, большое. И в принципе, по теории, то есть я всё рассчитал, я тут сидел с тетрадями, друзья, примерно потратил несколько дней, чтобы всё рассчитать. Досконально обращался к различным профессорам по физике, лауреатам Нобелевских премий. В принципе, мы всё вместе рассчитали, я собрал большие залы для того, чтобы мы это всё обсудили. И в итоге, друзья, смотрим. Должно получиться, мощность двигателя на полную, все двигатели работают, ничего не мешает взлёту, в принципе. Надеюсь, хвост не оторвётся. Блин, об этом я чуть не подумал. Ну ладно, ладно, должно, должно. Хвост, поворачивайся, блин, хотя мы сейчас на дорогу, что ли, уйдем. Нам нужно повернуться. Пытаюсь, пытаюсь вывернуть. Только бы не на дорогу, чтобы у нас там шасси не отлетело. Блин, по-моему, я что-то не продумал. Надеюсь, не сильно повлияет. Опа, заехали. Отлично. Во! Мы на взлёт о посадочной полосе. Отлично. Скорость 140. Есть. Кстати, друзья, эти, вот эти уже весят не 13 тонн, а 18 тонн. Общее количество более 50 тонн, друзья, у нас, чтобы вы понимали. Более 50 тонн сейчас, друзья, должны будут взлететь. Есть. Нос взлетел. Очень хорошо, аккуратно. Нос уже летит. Самолёт практически уже сам взлетел. 200 км в час. Пока что не будем торопиться. Не будем. Лучше наберём больше. Хотя бы 250, наверное, 214. Отличненько. Так, это у нас заборчик прозрачный. Хорошо. Слава богу, что он прозрачный. Разоборчики молодцы. Ух, страшно. Страшно, друзья, но получается потихонечку. 50 тонн. Он подлетел. Да. Мы взлетели. Чёрт возьми, мы взлетели. Действительно, получили. Ё-ё-ё-ё-ё. Нет-нет. О-о-о, на козла встали. Ё-моё. Хвост отлетел. Ничего не получилось, как обычно. Все мои затеи, они ходят куда-то непонятно куда, друзья. Вроде всё, всё. Вроде видно, что сейчас взлетим, ну, что-то не получается всегда. Вот так оно и происходит. Кому понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Пишите свои идеи ниже в комментариях. А я всем лишь могу пожелать удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok